МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы кормить семью, милиция задержала в областном центре серийного квартирного вора. Поели, попили и всю наличность с собой прихватили. Мошенницы снова наживаются на доверчивости пенсионеров. И о безопасности нужно думать заранее. Что может спасти семью в случае пожара и за что сегодня выписывают штрафы инспекторы. В Карпатах в ночь на субботу 24 сентября произошло землетрясение, отголоски которого ощущали и жители Гомельской области. По данным Национальной геологической службы Украины наблюдались непродолжительные подземные толчки магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в 6 километрах к западу от румынского города Нережу. Очаг залегал на расстояние 88 километров. Кроме жителей Одесской, Киевской и Венецкой областей Украины подземные толчки ощущали в Румынии и Молдове. Отголоски землетрясения в Карпатах почувствовали и белорусы. Наиболее отчетливо они ощущались в приграничных городах и населенных пунктах страны. Что-то странное в ночь на 24 сентября заметили даже гомельчане. Жители многоэтажных домов рассказывали о вибрациях в квартирах, позванивающих окнах и волнах в аквариумах. Проснулась я среди ночи, услышала звон хрусталя. В стенке зазвенел хрусталь, не поняла, что к чему. Потом смотрю, зашаталась люстра. Думаю, в чем дело, что случилось, как выяснилось, что это землетрясение пришло в Беларусь. Никогда не думала. Между тем в МЧС призывают не драматизировать. По их данным, отголоски землетрясения в Карпатах для гомеля и области прошли без последствий. На пульт управления МЧС по телефону 111-112 поступали звонки от тревожных граждан по поводу того, что они у себя в домовладениях ощущают последствия подземных толчков. Сотрудниками МЧС были проведены проверки по данным сообщениям, но никаких последствий разрушений не было зафиксировано. В Гомеле передано в суд уголовное дело на руководителя учреждения Гомель Госплемпредприятия. Чиновнику инкриминируются взятки в особо крупном размере, пособничество в получении взятки и хищение денег путем злоупотребления служебными полномочиями. По данным следователей, за время своей профессиональной деятельности руководитель государственной структуры брал так называемые откаты от фирм, владельцы которых заключали с его организацией договоры о сотрудничестве, использовал служебный транспорт в личных целях и даже производил ремонт своего имущества. Общая сумма взятых, полученных обвиняемым, составила около 20 тысяч долларов. И это только то, что смогли доказать следователи. Кроме того, выяснилось, что государственные средства похищались директором в сговоре с подчиненными. Подробности у наших корреспондентов. Уголовное дело об отмывании денег и хищениях должностных лиц РСУП Гомель Госплемпредприятия насчитывает несколько томов. Как говорят следователи, жить и ни в чем себе не отказывать чиновники начали с 2012 года. Редкий договор со сторонними организациями обходился без откатов и денежных вознаграждений за право поставлять на их предприятие товарно-материальные ценности. К 2015 году чиновники сумели изрядно пополнить свое материальное положение. С одного контракта они получали сумму, равную в среднем от 6 до 12 процентов стоимости товара. И это с учетом вычета налога на добавленную стоимость. Общая сумма взяток по материалам уголовного дела составила 40 тысяч динаминированных белорусских рублей. Естественно, провернуть такое в одиночку директору было не под силу. За регулярную плату к нему в сообщники пошел начальник сектора маркетинга и правовой работы. В рамках производства по уголовному делу проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 80 свидетелей. Проведено 35 выемок документов, 11 очных ставок, свыше 20 опусков и осмотров по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела. Экспертами проведено 9 трудоемких экспертиз. Всего следователям удалось установить 43 эпизода противоправной преступной деятельности обвиняемых. Кроме того, в процессе расследования всплыли не менее интересные факты. В 2013 году генеральный директор отремонтировал за счет предприятия, поврежденный им в ДТП, легковой автомобиль. В 2014 усилиями рабочих своей же организации провел электрификацию жилого дома на территории участка, владельцем которого является его жена. Следователями приняты меры по обеспечению возмещения ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 110 тысяч динаминированных рублей, в том числе дом и дорогостоящий автомобиль. Кстати, свой автомобиль Hyundai Grandeur 2013 года выпуска предприимчивый директор попытался скрыть от ареста, дважды переоформив его на других владельцев. В отношении должностных лиц Гомель Госплемпредприятия заведено уголовное дело. Документы переданы в суд. Серия краж в микрорайоне Залинейный областного центра, в результате которой с начала года пострадали по меньшей мере шесть собственников квартир, наконец-то раскрыта. Милиция задержала мужчину, который, не оставляя следов, выносил из квартиры все, что можно было продать. При этом правоохранитель удивило то, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, воспитывал сына, а жене рассказывал байки о легальном заработке. Серия краж в микрорайоне Залинейный города Гомеля – классика жанра. Преступник специализировался на неохраняемых квартирах, выбирал первые этажи и легким движением руки вскрывал стеклопакеты. При этом вор не оставлял следов, работал по всей видимости в перчатках, пользовался следками для обуви. Долгое время расторопного воришку не могли поймать, а кражи носили несистемный характер. Свои кражи задержанный совершал в ночное время суток в отсутствие хозяев, которые находились по тем или иным причинам, не дома. В дом проникал путем вскрытия стеклопакета. Как правило, забирал все, что стоило, что имело маломальскую ценность. В список предметов грабежа входило все, что попадало под руку – от наличности, драгоценностей, телефонов, планшетов и электронной бытовой техники, до кастрюль, сковороток, будильников, чайных наборов и даже антиквариата. Вор не брезговал старинными швейными машинками, часами, иконами и прочими предметами домашнего обихода. При этом часть краденого добра размещал у себя в гараже, часть – у своих знакомых. Жене о ночных приключениях ни слова. Задержали вора по оперативной информации. Он рассказал, что украденные вещи продавал за треть стоимости своим друзьям, знакомым и людям на рынке. Мужчина платил за кредит и не хотел говорить жене, что потерял работу. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Незваный гость хуже татарина. В этом не так давно смогла убедиться 86-летняя пенсионерка из деревни Глыба в Реческого района. Женщина накормила ужином четырех незнакомок и осталась без бережений. Пока пенсионерка ходила на веранду за помидорами, незваные гости умело поработали и в ее спальне вытащили из кровати хранившиеся там 400 белорусских рублей. О том, стоит ли впускать в дом всех страждущих – сюжет наших корреспондентов. Валентина Дмитриевна – человек открытый и приветливый. Но после недавнего визита в ее дом четырех незваных женщин поменяла свои взгляды на гостеприимство. В деревне Глыбов, где проживает пенсионерка, люди редко вешают замки на калитке. Валентина Дмитриевна – не исключение. Этим и воспользовались залетные гости. С виду бедные несчастные, но планы похлеще наполеоновских. Пока пенсионерка ходила за угощениями, четыре незнакомки в четыре пары рук обследовали ее домовладение. Сели за стол, есть и едят сухий хлеб. Я жалко стало, что сухий хлеб. Я пошла в это время у веранды, у меня помидоры. Думаю, дам я им помидоры. Пока это я помидоры брала, у меня спальня. Так кухня, а потом вот так и спальня. И они из кухни видно, не видно, но недалечко, шагу пять спальня. И они, видимо, в это время, как я по помидор пошла, они на корвач, а на корвачи деньги. Это уже не люди, а звери. Гости вошли в дом к пенсионерке свободно. При этом проявили вежливость и попросили женщину уделить им немного внимания. Называли хозяйку мамой, но их обходительность при удобном случае быстро превратилась в осмотрительность. Это же деревня, мы же не замыкаемся, моя дорогенька. Это же в городе сидят под замками. А мы же идем в калитку, в веранду. Это же люди ходят, свои деревенские. У нас это мало такое было. А это ворвались, сидят, одна хлеб есть, и той, да и хлеб. И пустый. Ну, жалко. Так же. Обнаружив, что пропало 400 рублей, женщина заявила в милицию. Незнакомых задержали по горячим следам и доставили в изолятор временного содержания. Речицким районным отделом Следственного комитета по подозрению в совершении данного преступления задержаны 4 жительницы Калинковического района, которые находились в исследуемый период времени на территории указанной деревни. Против задержанных возбудили уголовное дело. Однако женщины наняли адвоката. Сейчас следователи проверяют подозреваемых на их причастность к иным видам преступлений. Следствие просит всех зрителей, которые могут оказать нам помощь, посмотреть внимательно на изображения женщин, которые будут продемонстрированы далее. В том случае, если им что-либо известно о их противоправной деятельности, обратиться в отделение милиции по телефону 102. Драма на железной дороге. В Октябрьском районе 23-летний парень попал под колеса железнодорожного состава. Увидим на рельсах человека, машине с поезда подал предупреждающий звуковой сигнал, однако пешеход не отреагировал. В итоге под колесами локомотива оказались ноги молодого человека. Парень был доставлен в реанимационное отделение Октябрьской районной больницы, где врачи провели операцию и оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Несмотря на чрезвычайно сложный характер травмы, механическую ампутацию ног, парень остался жив. Однако теперь его жизнь продолжится в инвалидной коляске. На момент госпитализации он находился не только в состоянии шока, но и алкогольного опьянения. Железная дорога, хотелось бы обратиться ко всем, что является зоной повышенной опасности. И несоблюдение необходимых бербезопасности, а также беспечное отношение к собственной жизни, приводит вот к таким последствиям. В настоящее время электрифицирован участок дороги Гомель-Жлобин, и все объекты находятся под напряжением. Хотелось бы обратиться к лицам, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта, находятся вблизи их, что это все очень опасно для жизни, и соблюдение мер безопасности приведет сохранить им человеческую жизнь. Между тем, в этом году на территории обслуживания Гомельского отдела внутренних дел на транспорте наблюдается снижение случаев травматизма. За 8 месяцев 2016 года пострадало 12 человек против 16 в прошлом. Смотровые комиссии продолжают работу в регионе. Их цель – проведение обследований домовладений и квартир, выявление нарушений, которые создают угрозу безопасности жизни людей. Участниками одного из рейдов сотрудников таких рабочих групп стали наши корреспонденты. Представители ЖЭО, МЧС, милиции, газовые службы, учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Каждый четверг в таком составе смотровые комиссии проводят рейды в Гомеле. За один день успевают проверить до 20 квартир и частных домовладений. В поле их зрения – неисправность электропроводки, газового оборудования и наличие автономных пожарных извещателей. Кстати, последние вызывают особое внимание представителей смотровой комиссии. Нередки случаи, когда домовладельцы пренебрегают помощью прибора и самовольно его снимают. В то время как в чрезвычайной ситуации он может спасти жизнь. Только на территории Гомельской области таких случаев было даже более 10 штук. Поэтому, конечно, нашим гражданам необходимо напомнить, что установите этот автономный пожарный извещатель. Не только там дома, где он обязательно должен быть, это новые дома, а также в своих старых квартирах, просто домовладениях. Своим родителям установите, которые проживают одни. Ведь таким образом вы можете обеспасить свою жизнь, убежить своих близких. Семья Борисевич заселилась в новую квартиру совсем недавно. Когда получили ключи, ремонта не было, зато пожарные извещатели были установлены. В ущерб безопасности, но красоте ради, семейство снимать их не решилось. Бывает случай, что могу просто отлучиться из дома, остаются дети старшие. То я спокойно, я знаю, что ничего не случится. В крайнем случае, это все сработает. Я думаю, все отреагируют на это, на все. Кстати, за самовольное снятие установленного пожарного извещателя предусмотрена мера воздействия. Сначала смотровые комиссии стараются просто предупредить человека о нарушении и проводят с ним беседу. Если же это не помогает, в ход идет штраф до 30 базовых величин. В процентном выражении по состоянию на 1 сентября все категории граждан, которые относятся к ЖИО-5, обследованы на 100%. Все категории. Сейчас идем с повторными. Или идем в те квартиры, которые нам дают обновления каждый месяц. Списки предоставляют Центры социального обслуживания населения. И наша цель, в принципе, всех этих наших комиссий, чтобы люди поняли, что эти автономные пожарные извещатели – это не просто, так скажем, предмет, висящий на потолке, а это способность сохранить их жизнь. На этом выпуск завершен. Вы смотрели де-факто программу о криминальных событиях и происшествиях Гомельской области. С вами был Руслан Габрилев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин